всем привет ребятки как я обещал я вам буду теперь рассказывать как я солю арбузик самого начала вот с поля он там машинка моя грузится уже вон видите уже ребятки грузит самого начала как выбрать арбуз что получился обалденный вкусный моченый арбузик и уже даже расскажу почему всё это реализую это будет в конце так что оставайтесь досмотрите все до конца ставьте лайкосики пишите ваши комментарии что у вас стать и почем у вас моченый арбуз мне интересно в вашем регионе расскажите не ленитесь напишите если даже не знаете узнайте пожалуйста и расскажите почем у вас арбуз в вашем регионе продается я расскажу в общем я растаю оптом почем я продаю опт в розницу так что смотрите а сейчас начнем с выбора арбуза поехали ну вот ребятки как я говорил для начала нужно выбрать арбузики вот вот эти арбузики будут самый раз вот это арбузик размером самый раз чтобы вы понимали вот моя рука вот арбузик это примерно примерно 2 килограмма привод до двух с половым килограмм вот самый раз солить арбузик вот до двух с половым килограмм самый раз будет солить арбузик какой нельзя брать арбузик сейчас я вам тоже покажу вот этот пойдет идеально вот видите а вот такие арбузики нельзя брать вот это переспевши вот такой желтого цвета переспешу стучите звук такой пустой переспевшим не нужен вот этот с дырочками у такими разными дырочки хоть он и звонки но он с дыркой не нужен соль быстро пройдет и будет невкусный не нужен вот такими с дефектами всякими разными мы их называем перчатка тоже похоже этот не похоже но есть похоже вот он на боксерскую перчатку чем проблема в этом арбузе вот здесь тонко и соль быстро тоже пройдет быстрее чем другом месте и будет тоже невкусно не пойдет вот это тоже не пойдет выкидываем проще сказать берем аккуратный арбуз берем красивенький обтянутый без дырочек что было все там а четенько чтобы он не переспевший это точно очень важно и чтобы оба немного недоспевший это тоже важно на руки не смотрите руки рабочие вчера собирал орехи и чуть-чуть не отошли от йода дальше насчет арбузов выбираем идеальный арбуз меленький без дырочек немножко недоспелы вот это самое важно это вот самый важный критерий было чтобы получился вот обалденный сочный вкусный арбузик так что ребятки вот так ну вот ребятки смотрите наша кучка уже дома все здесь всего лишь у меня пока две с половиной тонны сейчас еще должны привезти полторы вот подготовка сейчас закидаем это что сейчас делаем берем грузим в тачечку и в бочечке смотрите сейчас еще что покажу так вот ребятки здесь у меня 150 килограмм соли вот такая обыкновенная соль вот здесь два мешка в пачках и три мешка в россыпью берем самую обыкновенную соль не надо никакую не ядерную не дам специальную не мелкую обыкновенная крупная соль все вполне достаточно больше ничего не надо все вот так вот все берем кидаем арбузики и процесс начался скажем бисьмеляхи чтоб дело получилось так нужно говорить с именем бога переводится потому что все от всевышнего в этой жизни и доходы и приходы и уходы арбузик самый раз какой нам нужен по размеру сама классно сразу говорю я арбузик не мою лишнюю грязь руками убрал в соли убьется там такой концентрат соли убьется любой микроб можете не переживать такое большое количество попробуй перемой и заболеешь я пока вчера помыл эти бочки замерз сейчас покажу свои бочечки поведите какой арбузик бабушки их любят такие все первая тачка готова все поехали самый тяжелый это вот этот участок чтоб не разбить арбузики отпускаемся аккуратно и едем так вот и мы мы в нашем цехе нашем помещении вот это бочечки бочечки у нас здесь а 260 литровые в бочка это у них был раньше посол огурца приезжая приехал к нам с и индии с огурцом вот вы купили и бушные соли бочки я заранее помыл пенным раствором чтоб убить все микробы старого засола и чтоб лишних запахов не было теперь что вот у нас я приготовил смородину листья веточки черной смородины это важно также листья вишни это тоже важно ну и все больше ничего и не надо бочка арбуз листочки и водичка солью берем закладываем что для этого надо для этого нужно 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 берем несколько веточек смородины кидаем несколько веточек вишни кидаем наклоняем вот так бочечку и отпускаем и вот таким образом не хитрым нужно нам заполнить полную бочку в бочку влазит плюс-минус 130 килограмм плюс-минус 120 литров рассола все закидываем арбузики чем плотнее мы сделаем тем будет больше влезет тем меньше будет дырок все поднимаем арбузики на немного можно так потрусти потрусить чтобы арбузики каждый стал на место и водичку стеночки теперь опять берем вот наши веточки и перекладываем сильно много не надо то может излишнее портит все это вот достаточно будет все едем за еще одной тачечкой ребятки ну вот видите я вот наполнил вот вот так я заполнил свои бочки вот видите они вот четыре штуки бочки делаем так чтобы не до сильно полна была чтобы не полная была немного оставляем место сейчас увидите для чего теперь что делаем сверху вложим опять же наши листиков веточек тоже немного я перекладываем где-то вот в этой бочке три раза иногда четыре попадаются смотря как где если четыре то не так много вложим если три побольше побольше ложим и сюда так и вишни также положим этот придаст нам такой аромат будет самый идеальный такой рассольчик честно вам скажу вот я уже у меня стаж большой больше ничего и не надо и этого достаточно вот ребятки смотрите что у меня есть это такие сеточки эти сетки вот от этих бочек они влежат внизу чтобы огурец не добился играл на нем я что делаем его работает у меня как место гнета я беру его вот так одеваю вот вот так делаем чтоб он хорошо зашел по краям так вот и все первое готово и нужно сделать все четыре бочки вот такой сетки у кого не от сетки там ставьте что хотите нужен гнет поставить дощечку деревяшку тряпку чтоб арбуз полностью удавить продавить воду все я делаю дальше теперь что делаем у меня еще такие канистры я их наполнил водой они будут место груза у меня очень удобно берешь сверху так ставишь все арбуз не всплывет и вот так делаем все бочки канистры закончится поставлю камни нужно что придавить что пары арбуз не всплывал арбуз если всплывет будет беда сверху будет плесень все сгниет а потом когда сгниет знаете что будет будет непоправимо арбуз вот этот который сгнил а даст привкус вот этот вонючий на другой хороший арбуз даже который не сгнил полностью рассол завоняется и будет полная беда так что наша задача сделать так чтоб арбуз не всплывал вот так я вот сделал четыре бочки вам чтоб показать делаю дальше как полностью эту комнату забью я покажу уже будем заливать вместе рассол оставайтесь со мной не переключайтесь ну вот ребяточки смотрите заполнили прям до порога наши бочечки готовы посмотрите сколько вышло вот у меня здесь 30 бочек получилось вот видите 30 бочек бочек всех прикрыл придавился камнями вот такими пластиковыми канистрами кирпичами ну что нашел то и положу что осталось нам осталось залить в воду вернее не воду а рассол осталось залить рассол чем сейчас с вами и займемся вот у меня такое приспособление есть бочка на полтоны насос я к нему подсоединил и вот так шланги сейчас покажу как что будем делать так вот ребятки смотрите здесь у нас два шланга один шланг идет со скважины чистая вода сами понимаете чтоб не писали там комментарии кипяченая не кипяченая не кипяченая сто процентов и вот рециркуляция чтоб мешать соль теперь что нам понадобится также у меня вот такая чистенькая помыл щеточка и соль вот соль у меня здесь вот один 15 килограмм на полтонны я ложу 25-25 килограмм соли на полтонны воды так ложу ли сыплю или кладу а ну-ка там по умнички немного так пока вот набирается расскажу что почем и что как во-первых соль соль купил мешок 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 260 рублей 30 килограммовый во-вторых арбуза привез 4,5 тонны из них 2,5 тонны мне привезли по 3,5 рубля а остальное ребята психанули сказали собирай сам бесплатно вот остальное собрал сам бесплатно ну вот 2,5 тонны сколько там мне по 3,5 рубля нужно будет отдать ребятам денежки остальное все на халяву ну в целом считайте примерно 3,5 рубля 4 рубля арбуз стоит чтоб купить засолить вот если 4,5 тонны это вам нужно так 4,4,16 и там по 17 тысяч рублей на арбуз и на соль вот я взял 200 килограмм по 260 рублей мешок 200 это сколько у меня мешков было 6 мешков было в целом около 20 тысяч теперь будем смотреть выручку планирую я планирую только а там как будет только все выше знают планирую взять вот продать не продаться не знаю 4 тонны все еще не так не было чтоб все 4,5 тонны продались продается продаешь опытом примерно 50 рублей примерно плюс-минус где как уступишь где как торгуйся в розницу продаю я 80 рублей вот где как больше розницу продам больше заработаю меньше розницу продам продам ну будет чуть меньше денежек вода набирается реструкуляция работает и нужно немного щеткой он слышите как соль вот так это все делается не хитро не тяжело кто хочет начать бизнес арбузный давайте ребята это если есть куда реализовать смело главное найдите хороший арбуз мелкие не переспелся и все самое главное в этом деле это продать как в любом другом я обязательно в сторисах буду показывать свои продажи потом когда арбузик будет готов это уже будет ближе к новому году будет готов арбузик мы его сядем мукбанг небольшой сделаем попробуем надрежем покушаем и я вам расскажу первые продажи свои что почем и куда в сторисах буду показывать продажи ну вот все смотрите ребятки наполнили бочечка полная смотрите пена черная какая соль у нас может это и нормально не знаю сейчас немного помешается и все и заливаем как видите все очень легко и просто так ну вот ребятки смотрите берем вот так и заливаем в бочечку поставил сам руки в брюки засунул и стоишь ворон считаешь главное чтобы не пропустить когда бочечка наполнится а то будет неприятно вот уже почти готово первая бочечка залита льем вот так обязательно наливаем вот так полный она немного сядет и в процессе нужно будет контролировать если вода сильно будет уходить нужно будет подливать обязательно вода должна быть выше арбуза если вода будет меньше арбуза у вас появится большая плесень и начнут гнить арбуз это будет очень плохо вода завоняет и завоняет весь арбуз сверху появляется плесень такого непонятного цвета это ничего страшного я ее даже не убираю в этом проблемы не будет если будет у вас полная вода ничего страшного в этой плесени хотите убирайте но я никогда вот сколько я делал ни разу не убирал не парился этим и все нормально арбуз был вкусный и нормально ну вот ребятки сами видели весь процесс весь процесс даже рассказал по чем продаю потом покажу куда продаю ничего страшного будете смотреть будете видеть будет зарабатывать давайте подписывайтесь ставим лайкосики будьте с нами у меня много ничего интересного сейчас прямо после этого арбуза иду снимать для вас буду заполню когда первые все эти бочечки пойду снимать котлетки для бургера очень вкусный обалденный рецепт так что давайте оставайтесь со мной следующий видосик будет он будет будет ст это как будет